Сегодня у этих молодых курсантов знаменательный день. Их провожают в первое плавание в жизни. Стартовым судном студентов станет учебный парусник «Надежда». Правда, начнется поход по морю не с воды, а с самолета. Потому что само судно стоит на другом конце нашей страны. Мы сядем на самолет, полетим сначала в Москву, пересадим на самолет в Калининград и оттуда с «Надежды» пойдем на Владивосток. Сегодняшним курсантам по 16-17 лет, и это их первая практика. Юные моряки признаются, что ждут опыта, новых впечатлений и хотят посмотреть разные страны. За время плавания курсантов научат ориентироваться в море, задавать курс движения кораблю, стоять на роли. А так как «Надежда» движется с помощью парусов, обязательное задание для юных моряков – овладеть их управлением. Помимо этого, курсанты должны будут нести пожарные вахты и участвовать во всевозможных дежурствах. Приобрести морские навыки, которые требуются за это время. Они должны изучить морское дело, сдать квалификационные экзамены, получить квалификацию матросов. Это первая морская квалификация. Первое плавание рассчитано на три месяца. В него отправится 126 человек, 120 курсантов и 6 преподавателей. Между тем, маршрут парусника до конца еще не определен. Известно только, что до Владивостока пойдут югом. В планах экипажа посетить индийские и вьетнамские порты, зайти в Сингапур и Корею. Маршрут не утвержден, но в три месяца должны уложиться. Страшно? Нет. Практика потенциальных матросов пройдет под руководством постоянного экипажа «Надежды». Сейчас они, как и парусник, готовятся к отплытию на судоремонтном заводе Калининграда. Практически все запланированные основные работы выполнены. Работники наводят последние штрихи по сдаче в эксплуатацию и ввода судна в эксплуатацию. Ходовая рубка в новом проекте полностью переделана, обновлен и установлен модуль управления судном. Ждем курсантов на борту. Практика курсантов – это неотъемлемая часть учебы. В сумме за время обучения молодые люди должны пробыть в море 12 месяцев. А из своего первого плавания они вернутся уже в июле. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.